здравствуйте дорогие друзья с вами программа главное в студии вестника кавказа геи саралидзе марина лагутина как всегда обсуждаем главные новости южного кавказа за неделю и сегодня у нас в гостях по видеосвязи из тбилиси политолог вассо капанадзе вассо здравствуйте здравствуйте марина гея добрый день ну самое главное событие которое произошло за прошедшую неделю это состоялись парламентские выборы в грузии 26 октября и по результатам голосования наибольшее количество голосов собрала грузинская мечта по правящая партия почти 54 процента и по итогам они получили 89 мандатов из 150 в парламенте грузии ну во время голосования в день голосования в субботу сми освещали какие-то разные эпизоды небольшие в том числе и серьезные но в целом международные наблюдатели в том числе его бсе заявили о том что организация была на высоком уровне и результаты выборов признали вассо расскажите вы как человек который непосредственно находился в сцене в эпицентре событий как происходили выборы как происходило голосование и вот те эпизоды с сбросами бюллетенец какими-то нападениями в офисы это все было просто отдельные очень маленькие эпизоды и все проходило в целом мирно или же действительно обстановка была накалена действительно нарушение силе такой локальный характер ну незначительные были нарушения не массового характера такие нарушения наверное во всех странах во время выборов соответственно и ситуация перед выборами была достаточно спокойная и в день выборов вокруг избирательных участков в целом была спокойная ситуация и граждане грузии могли спаку в спокойной обстановке проголосовать и сделать свой выбор соответственно вот такие оценки запада и представителей западных стран грузии в виде оппозиционных партий и неправительственных организаций они под собой реальную почку не имеют хотя мы и до выборов говорили о том что будет именно такая реакция оппозиции и покровителей на западе случае проигрыша выборов и эти наши предположения подтвердились результаты выборов можно сказать что являются достаточно закономерными поскольку те 53 с лишним процентом что получили представители правящей партии это как раз отражает реальное положение дел общественно политической жизни грузии и отражает и те некоторые проблемы которые имеются в повестке дня нашей страны нашей общественности за последние годы эту сложную ситуацию которая целом есть грузии исходя из того что за последние десятилетия здесь было очевидным доминирование западных стран доминирование западных институтов было чрезмерное влияние этих запад самых западных стран грузии и вот исходя из результатов выборов можно сказать что большинство грузинской общественности проголосовали за пол чтобы вот это влияние чрезмерное запада здесь прекратилось и чтобы страна пошла во всяком случае попробовала чтобы встать на путь значит реального развития на путь суверенного развития и чтобы баланс геополитических интересов разных мировых полюсов грузии в основном был восстановлен был восстановлен а так конечно же очень много вызовов очень много проблем все что все еще остается перед грузии даже после проведения этих и мы можем смело сказать что выборы до прошли но политическая борьба достаточно острая продолжается вот такие деструктивные значит шаги со стороны оппозиции они видимо будут еще усиливаться в самое ближайшее время и попытка западных стран западных институтов западных политиков вмещательства во внутренние дела грузии они в самое ближайшее время будут наверное только усиливаться исходя из того что эти самые западные структуры институты представители значит правящих партии западных стран конгрессмены американские и европарламентарии они будут укреплять спину вот этим самым оппозиционерам которые не признают результаты выборов и не хотят значит войти в парламент чтобы в рамках нового созыва парламента работать на благо страны на благо интересов грузинских граждан соответственно ситуация несколько туманная исходя из того что есть большая вероятность того что мы получим однопартийный парламент самое ближайшее время хотя как заявляют представители правящей партии которые одержали победу на этих парламентских выборах они большинством голосов то есть благодаря голосам 76 депутатов признают результаты прошедших парламентских выборов и парламент приступит значит к своей работе даже без участия представителей оппозиции посмотрим очень много вопросов больше чем вопросов больше чем ответов на сегодняшний день как оппозиционеры поведут себя насколько они и дальше будут обострять ситуацию и уже с улицы будут значит стараться добиться своей цели и эта цель уже озвучена ими проведение повторных значит парламентских выборов а эти результаты и поскольку эти результаты их не устроили тем более что в этом плане сегодня как раз сделал заявление один из лидеров партии которая вышла на втором месте за изменение называется это политическая сила то есть ника агуарамия который был генеральным прокурором при правлении михаила сахар и он заявил что давление с улицы будут только возрастать на грузинские власти посмотрим как они далеко они вот своих протестах пойдут будут ли попытки проникнуть в правительственные здания парламент или они ограничатся ограничиться протестными акциями которые будут в целом в рамках правопорядка и значит позволят правоохранительным органам не вмешиваться в этот процесс в эти протестные акции спасибо васо ну вот как раз про это хотелось поговорить что на самом деле как человек со стороны который сидит в москве да живет москве следя за новостями которые приходили с билиси сложилось впечатление что тот сценарий ужасный который также рассматривался что будет чуть ли не цветная революция он не состоялся и реакция в целом до оппозиция не признала результаты попросили цик пересчитать голоса на что он согласился но в целом как бы нет такой какой-то взрывной реакции и как раз не хотят с вами поговорить потому что вы непосредственно полетели в тбилиси и видели все эти митинги которые были последние три дня вот расскажите как было на самом деле ну митинги были два дня вот на самом деле во второй был совсем такой тухленький когда студенты вышли ну там буквально я не знаю ну несколько сотен человек был я вот если десятков но я вот из того что я увидела из того что я услышал я сделал несколько выводов первое что несмотря на действительно очень серьезную поляризацию мнений и вообще вот да перед этими выборами когда победа другой стороны значит сторонниками той или иной того или иного вектора развития они воспринимаются как смертельные вот несмотря на эту поляризацию я обнаружил что в грузии очень сильно упала активность люди это мое вот личное впечатление люди все-таки устали от всего этого и вот многие мои разговоры с абсолютно разными людьми я встречался с банкирами с офисными служащими с таксистами конечно же значит самыми главными экспертами вот политологами да с работниками там торговой сферы туризма и так далее вот общее настроение причем неважно за кого они голосовали кстати все говорили никто не скрывал все говорили вот так неважно кто за кого голосовал они все говорят что революционного и причем я опрашивал это до вот этого митинга который был уже назначен на 7 часов вечера они все говорили что никакой революции не будет люди устали и я действительно это увидим во первых но вот к этому митингу при всей истерике которые устроили оппозиционные значит лидеры особенно из ряда национальных движений особенно прекрасного пола это просто но истерика настоящая то что я видел на экране не вот и призывы там этой крики о том что украли выбору народа и сейчас народ там я вам скажу я видел грузии в грузии по гораздо менее значительным поводом гораздо более серьезные выступления я уже молчу про там выступления которые в свое время были против саакашвили там вот 7 ноября который там вернее их там нет и было несколько дней разогнали 7 ноября вот и тогда действительно это было впечатляюще сейчас ну крайне незначительное число людей вышло на самом деле и второй вот вывод который есть это запад который понадеялся на мой взгляд на свои вот эти угрозы и санкции они понадеялись что в грузии это очень серьезно воспримут прежде всего граждане и они проголосуют так как надо а вот судя по всему плана бета и не было потому что вот там любопытная ситуация была объявили в 7 часов сама госпожа зуробишвили что в 7 часов начнется значит мы там ждали стояли вот они опоздали и мы сама зуробишвили и какие-то другие лидеры оппозиции опоздали на 45 минут то есть люди стояли и ничего не происходило как утверждают они в это время совещались с западными послами послами западных стран не знаю о чем они совещались но я вам скажу я видел зуробишвили прям рядом рядом она проходила когда вот шла на трибуну чтобы выступить и лицо у нее был растерян и вообще честно говоря огонька они не дали при том что мы обычно в общем зажигают на этих сам на митингах у меня ощущение что так как и у западных стран в общем не было понимания как нужно реагировать и что какие давать потом то маленькое количество людей которое собралось ну явно не для революции ну явно не для революции даже в масштабах да там не с небольшой грузии но вот определенная растерянность то есть что делать дальше они не понимали вот поэтому и такая пауза возникла то есть на следующий день до вчера вечером было шествие ну шествие сильно сказано потому что шли даже не по проезжей части по тротуарам пришли от от университета в основном студенты я так понимаю ну кто к ним примкнул но молодые люди в общем их было действительно они сами были огорошены тем что их так мало они не понимали потому что все настраивали на то что вот сейчас грузинская мечта узурпирует значит власть значит сфальсифицирует выборы и волна народного гнева смоет их навсегда и как-то волна не поднялась вот поэтому я честно говоря ну из того что мои по моим ощущениям потому что я вижу и увидел я революционного потенциала не вижу да наверное будут попытки сейчас там устроить какие-то но они сразу были все все сейчас без бессрочные без альтернатив никаких переговоров мы выходим на улицу не вышли не вышел люди на улицу не вышли на мой взгляд какой-то революционный сценарий или какой-то ну более там острая его фаза возможно только если будет осуществлена какая-то серьезная провокация если будет может быть властью допущена какая-то невероятная ошибка либо будет какой-то вброс какой-то информационный который всколыхнет общество и заставит вот выйти из этой такой из зоны комфорта вот я пока вот честно говоря развитие такого события если вот такого не произойдет я честно говоря наверно будут локальные какие-то выступления будет может быть бойкот какой-то это не помешает работе парламента и вообще не помешает власти дальше осуществлять то что они считают нужным поэтому я думаю что сейчас нас ждет время такого довольно затяжного парламентского кризиса политического думаю что продолжится некое давление западных стран но думаю что до выборов президента соединенных штатов америки никаких кардинально серьезных вещей приняты предпринято не будет ну вот как раз тоже об этом хотелось бы поговорить не связана ли такая реакция европейских в целом вообще западных как бы чиновников или там просто высокопоставленных людей которые поддерживали оппозицию именно вот такая мягкая и немножко равнодушная реакция к тому что ну да грузинская мечта выиграла и нам придется признать как бы эти выборы именно с тем что пока не выбрали президента сша и все ресурсы как бы направлены еще в ту сторону и дело не до грузии вот вас как вам кажется да действительно логика есть в том что многие выжидают чем завершаться президентские выборы соединенных штатах америки которые пройдут через пять дней но с другой стороны все таки заявление время от времени носят такой реакционный характер и вот недавнее заявление нынешнего президента байдена сегодня как раз раскритиковал мэр города тбилисика хакалазы сказал что не байден нарушать значит насколько легитимно является нынешняя грузинская власть то есть вот эти заявления отравенно уже встречаются здесь встречают здесь политики и не только политики в штыки заявления западных чиновников и евросоюза и американских конгрессменов и даже вот и президента соединенных штатов америки и я согласен с гей что значит на этот раз на этот раз протестные акции не носили столь мощный характер какими они были во время тех страстей которые кипели в процессе принятия закона об ину агентах тогда действительно и народу было больше протестующих было больше на улицах тбилиси и более яростно они себя вели помните кидали коктейли молотова значит полицейских но это было прошлом году но и в этом году достаточно многочисленные акции были более радикального характера чем сейчас видимо все таки люди подсознательно чувствуют что вот этот результат отражает реальность отражает действительность и потом большое значение имела наверное тот лозунг с которым выступала грузинская мечта да миру и нет войне действительно вопрос стоял так что если ты голосуешь за правящую партию значит ты за мир ты за рациональную взвешенную политику значит ориентированную на развитие страны хотя сложности в любом случае будут поскольку ситуация ситуация в нашем регионе и в целом на постсоветском пространстве и в целом мировой политике достаточно сложная но люди благоразумные большинство проголосовала за мир за значит попытку властей значит нормально постараться чтобы страна развивалась нормально и свою роль также сыграл по на то что нынешние грузинские власти заявляли и до сих пор заявляют о том что после того как вся эта ситуация с результатами выборов разрешится и парламент приступит к полноценной работе они намереваются значит правовую оценку дать правящей бывшей правящей партии который правил которая правила страной во время правила саакашвили правлениями там саакашвили национальному движению в том числе и затейные которые были осуществлены совершенные президентом бывшим президентом саакашвили в августе 2008 года соответственно люди действительно устали от этих политических противостояний от этих митингов которые как обычно проходит пара по проспекту уставили и заканчиваются около парламента здания парламента и хотят нормальной жизни и хотят решения тех проблем которые стоят перед грузией это и вопрос территориального устройства страны и демографических проблем и и социально-экономического характера проблемы но никак не угомоняться вот эти оппозиционеры и их покровителей на западе и по-прежнему значит заявляют о том что грузия должна отменить закон о вину агентах закон о защите общественности от лгбт-пропаганды и лгбт-ценностей и чтобы значит были пересчитаны когда голоса будут пересчитаны и надеются что после пересчета голосов у оппозиции в целом значит оппозиция в целом одержит победу будут такие результаты которые покажут что оппозиция одержала победу на площадке парламентских выборов но я думаю что результаты являются настолько закономерными и нарушения не носили такого массового характера что вряд ли что-то в этом плане изменится и постепенно либо значит представителям оппозиции придется привыкнуть тем реальным результатом которые были зафиксированы 26 октября либо они останутся положением игры и парламент приступит к своей работе главное чтобы грузинская мечта выполнила все те обещания которые ей даны общественности грузинской и действительно чтобы эти деструктивные некоторые из них во всяком случае силы чтобы попробуем поставили их на место благодаря правовой оценке которая будет дана после ну ближайшем будущем так что нас впереди ждут достаточно сложные интересные процессы которые будут иметь место в грузии и будем следить с большим интересом значит этими процессами и их анализировать ну как показывает опыт даже предыдущих парламентских выборов когда голоса пересчитываются по просьбе оппозиции потом выясняется что у грузинской мечты даже еще больше голосов такое бывает да и тот тот протест который длился семь месяцев когда бойкотировали значит оппозиция потом все равно пришлось работать мне кажется что подобное будет и в этот раз ги вот как вы думаете осталось меньше недели до выборов в сша что-то как-то после выборов повлияет на грузию вот когда будет новый президент конечно безусловно будет влияние на процессы которые в грузии происходит даже здесь нет никаких сомнений нас в какую сторону как и что это мы будем наверно рассуждать уже когда будет зафиксирован факт да там завершение этих этих выборов здесь я вот еще на что обратил бы внимание на две вещи до которые важны по поводу реакции запада понимаете он ведь реакция запада не такая однозначная ведь прилетел орбан прямо прямо митинг можно сказать оппозиции то есть вот он я следил за тем и за другим и по в прямом эфире прям смотрел грузинский телеканал в это время в и меди и там прям в прямом эфире показывали как прилетел самолет как орбан вышел это было буквально минут за сорок по моему или за час до вот начала митинга а все-таки орбан не просто премьер-министр венгрии орбан сейчас находится в статусе председателя европейского совета и приезд его сразу вот после оглашения это и прямо под митинг митинг значит оппозиции он вообще произвел впечатление конечно я бы как раз присутствовал в тот момент когда орбан это уже почти заканчивался митинг там посередине он был орбан со всей делегацией выходил из гостиницы мариот которая находится прямо рядом с вот с местом где события разворачивались и значит его заметили протестующие всячески начали освистывать и почему-то по-польски кричать курва видимо от незнания венгерских ругательств они значит решили венгерский сложный язык поэтому да а здесь в общем что-то им знакомое вот есть у меня конечно предположение что делали вот это слово которое тоже вряд ли многим грузинам знакомо все таки выкрикивали те украинские активисты которые пришли на этот митинг их было достаточно кстати я так заметил в общем приличное количество не знаю уж это специально там какие-то люди собрались либо те вот люди которые с украины приехали бежали от войны и значит здесь как-то себя проявляют еще одна вещь скажу важную на мой взгляд которые в будущее как раз к вашему вопросу мне кажется и исходя вот из того что я говорил и то что видел что грузинскую мечту ждут непростые времена все таки 12 лет ее правления в общем утомил народ люди реагируют даже те кто голосовал я когда разговаривал вообще многие те кто голосовал против они говорят они надоели вот это был единственный их аргумент вот но даже те кто голосовал они говорят что ну они ждут конечно во первых перемен в самой партии они вообще хотят перемен каких-то до которые в политической борьбе очень многие высказывают опасения что все-таки грузинская мечта особенно если будет однопартийный сейчас парламент она вообще все весь негатив возьмет на себя вот а период ожидается непростым вот поэтому я думаю что грузинской мечте очень надо здесь сейчас проявить мудрость политическую гибкость вот обязательно нужно найти все-таки возможность кого-то уговорить как-то да после уже не знаю чем посулами министерском портфелями министерским или еще чем-то но им нужно создавать политический процесс да там и какой-то диалог да я понимаю что есть непримиримая оппозиция которая ну на этом этапе ничего не буду не будет делать но мне кажется что в при определенных условиях в общем с той же партии гахария например да можно было бы найти потому что они по своим заявлениям и потому как они долго не заявляли все-таки о том что они не войдут в парламент в общем там определенные такие колебания есть вот но им нужно создавать политический процесс и некую площадку для разговора с обществом и в том числе и с политическими движениями вот очень сильная все-таки история это вот особенно который поддерживает молодежь это вот европейский выбор и им надо будет как-то с этим разбираться потому что они до заявляют о том что мы в европу но сейчас европа как-то ну хорошо есть орбан который пообещал что он будет грузинские интересы продвигать в европейском союзе но все понимают что орбан ну человек такой харизматичный но все-таки не не с теми возможностями которые могут помочь грузии там вступить в ес я вообще не верю честно говоря ни в какое вступление в европейский союз грузии вот и вся эта морковка которые заманивают все время этого ослика но для молодежи которые 30 лет рассказывали про ну как минимум 20 и понимаете которые я же я сегодня вот как раз шел на программу и подумал что ведь сейчас начали голосовать молодые люди которые не помнят что было в начале 90 грузии и в середине они просто этого не застали они все-таки выросли в более-менее уже там комфортных условиях и под разговоры о движении в европу я думаю что вот с этим грузинской мечте придется работать вас как раз хотелось бы поговорить о том что будет дальше в плане как будет формироваться новое правительство будет ли избираться новый премьер и вообще что нам ждать вот дальше по поплыть по политическим шагам вот эти восемьдесят девять депутатов что они будут делать ваши прогнозы ну во первых можем смело сказать что революционный сценарий он все-таки существует но нет исполнителей нет революции что касается будущего то я тут согласен с ги что грузинской мечте действительно новые идеи новые подходы как к внутренней политики такие внешние политики нужно революции реализация таких новых идей и что самое главное значит грузинской мечте правящей партии нужен четкий план суверенного развития страны такого четкого масштабного плана к сожалению нет и об этом открыто говорят на эксперты здесь на месте соответственно вот эта борьба с глобализмом и псевдолиберализмом она еще не закончат и вот эту борьбу надо вести до конца нужно выиграть эту борьбу и вот таким образом вот решится то эта проблема который сейчас я говорил проблема которая охватывает часть нашей молодежи которые искренне верят что дорога грузии только может быть в сторону евросоюза в сторону нато этой пропаганде которая имела место на протяжении двух-трех последних десятилетий нужно против противопоставить дебаты такие масштабные которые будут на высшем на должном уровне проведены откровенные разговоры рассуждения о том что произошло действительно и в 90-х годах и сразу после развала советского союза какие мы сами допустили ошибки какие были объективные причины того что страна до сих пор находится перед очень серьезными проблемами разного характера как территориального также демографического социально экономического также можно сказать и культурного характера потому что культура разные сферы культуры за последние годы в грузии развиваются не такими темпами как было в свое время это касается и кино и театра и музыки искусства и других сфер культуры поэтому нужен очень серьезный глубокий анализ всего того что происходило с нами и перед какими проблемами и вызовами мы сегодня стоит и действительно поможет ли грузии вот такая ориентированность только на один центр силы западной конечно же не поможет тем более что мир меняется от однополярного мира мы быстрыми темпами идем к многополярному миру и даже я хочу подчеркнуть слова которые сразу после объявления результатов выборов значит парламентских наших зафиксировал александр елевич и дугин великий российский не только российского масштаба философ он сказал что теперь наверное грузии должны будет хорошо если грузинские власти задумаются о корректе корректировки своей внешней политики и постепенно они посмотрят в сторону такого мощного и динамичного объединения каким является в рейс я думаю что очень серьезные действительно как я сказал проблемы и вызовы с проблемами и вызовами должна справиться в ближайшем будущем грузия грузинские власти и если страна действительно сможет встать на путь суверенного развития и на путь следования многовекторной политики вот в этом и будет спасение грузии не только спасение а истинная возможность встать на путь реального развития так что впереди очень много работы я еще незадолго до выборов заявлял во время разных эфиров что чем больше процентов получит на этих выборах правящая партия грузинская мечта тем больше ответственности будет на ее плечах и это действительно так ну раз уж получили около 54 процентов то это не означает того что это ответственность как-то будет уровень этой ответственности с низшим наоборот вызова очень больше много и даже в условиях работы однопартийного парламента очень много проблем что касается формирования нового правительства они конечно же смогут сделать и таком режиме но если действительно оппозиция изменит своего плана дарикатировать работу барламента то есть серьезные риски запада что западные страны значит не будут поддерживать соотношений серьезных отношений полномасштабных отношений с грузинскими властями и очень серьезные проблемы станет то есть представители союза примут решение о приостановлении безвизового режима для граждан грузии и это конечно же очень плохим образом повлияет на ту же самую молодежь которые приучили за прошедшие десятилетия что запад отличная отличный путь для грузии а россия это что-то такое неприемлемое поэтому очень много работы нужно провести и самим представителям властей ну и каждому из нас кто является гражданином грузии кто живем грузии и кого волнует будущей грузии судьба нашей страны спасибо сонуги есть шансы стать на суверенный путь у грузии ну я тебе так скажу что еще там года два назад я вообще не верил что даже такое как сейчас возможно этот путь и совершенно очевидно что сейчас власть пытается отстоять свой суверенитет даже при таком жестком давлении запада мне кажется что это безусловно исторический шанс сейчас есть и я думал что после выборов будет гораздо жестче все вот честно говоря я пока я не вижу того сценария про который я сам и да многие думали но надо будет наблюдать потому что я говорю здесь сейчас все придут в себя выберут президента соединенных штатов америки и дальше понесется здесь надо быть ко всему готов спасибо большое за интересную беседу сегодня напоминаю что у нас сегодня в гостях был эксперт из грузии васо капанадзе васо спасибо вам большое спасибо вам всего доброго до свидания пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok